Почти 15 миллионов 40 тысяч двигателей бренда ЗМЗ выпущено за всю историю работы завозского предприятия. В этом году он отмечает свой очередной юбилей. 65 лет это для промышленного предприятия хороший возраст, это возраст зрелости. Это тот возраст, когда мы четко понимаем, что мы добились в экономической деятельности понятных результатов. А самое главное, мы видим свое будущее, мы понимаем, куда направлена стратегия развития нашего предприятия. Мы понимаем, что завозский моторный завод, какие бы сложности на его пути не вставали, он всегда эти сложности преодолевает. ЗМЗ сегодня это индустриальный парк, который насчитывает 16 резидентов. Направления их деятельности самые разные, это не только автопром, но и производство пластиковых изделий и фасадных систем. И все же основным продуктом промплощадки по-прежнему являются двигатели внутреннего сгорания, бензиновые и газобензиновые. Их стабильно на протяжении нескольких лет. Завозский филиал УАЗа выпускает до 50 тысяч в год. Ульяновский автомобильный завод, а все обеспечиваем. То есть Буханку, Патриот, Хантер на машины, которые устанавливаются, наши продукции. Работа, конечно, ответственная, да. Как-то и по качеству идет большая работа в нашем деле. И, как вам сказать, ну, справляемся. Все есть, всякие есть нюансы в работе, никуда их не денег, например. Есть проблемы, трудности, да, ну, то есть решаемые. Еще один традиционный потребитель продукции завозских моторов – Павловский автомобильный завод. Для него, а также для вторичного рынка, в этом году на предприятии вновь возобновили производство восьмицилиндровых двигателей. На сборку я пришел в 2001 году и до закрытия работал на восьмицилиндровых двигателях. Потом пришлось перейти на сборку четырехцилиндровых, так как производство было закрыто. И после возобновления производства вернуться сюда. В принципе, меня все узнает, я рад. А почему вернулись? Ну, здесь все-таки свое что-то, свое родное. Ну, и столько лет было отдано этому производству, что, в общем, я рад просто. Мы прекращали производство сугубо по экономическим причинам, потому что двигатель достаточно взрослой. Рынок такого продукта, он постепенно сокращался. Двигатель становился менее востребованным. Та ситуация, которая сложилась на рынке после действий со стороны недружественных стран, она баланс сил поменяла. И на текущий момент, и мы понимаем, что на ближайшие несколько лет этот мотор, он точно востребован. Что касается санкций, то их воздействие предприятие испытало на себе. Несмотря на то, что в производстве двигателей было задействовано только 5% комплектующих импортного производства, по словам Руслана Горьевого, отсутствие даже одной, казалось бы, незначительной детали способно остановить конвейер. Из ситуации вышли собственными силами предприятия. Те изменения, которые требовались, мы очень быстро эти изменения оценивали, очень быстро эти изменения внедряли и валидировали. Потому что у нас есть не только конструктора, которые могут оценить то или иное предложение, у нас еще есть испытательный центр, который может это решение проверить. Потому что в серийном продукте вопросы надежности, они крайне важны. В целом, по оценке Руслана Горьевого, ситуация на предприятии сегодня довольно стабильная. В планах дальнейшее развитие индустриального парка ЗМЗ и привлечение новых резидентов. А один из действующих уже в этом году планирует начать строительство новых производственных корпусов. Впервые за последние 30 лет.